Всем приятной жизни, это шашлык и мы продолжаем играть в героя меча и магии 5. Продолжаем проходить кампанию Фриды. Так, ну вот эту штуку я хочу взять, поэтому я сюда нападу. Один грифон, нет, пожалуй, давайте без потери грифонов справимся. Вот, пожалуй, мы обойдём... Ой, мне ж надо было проверить, работает ли вейд через вейд. А ну-ка, сейчас. Ну ладно, сейчас с кем-нибудь проверим. Да, вейд через вейд работает. Странно, почему здесь нет. То есть они реально тупо забыли вывести на панель значок вейда, да? То есть значок... А, вот видите? Дополнительную защиту. ДС, Пейс, Интер, Енам, Интер. Ждать вейд. Видите, тут они написали... Не, ну, а чё не вывести? Я уже привык, как бы, к такой... К тому, что у меня это выведено, да? И, как бы... А сейчас мне надо привыкать снова к тому, что... Ну, короче, я не очень, скажем так, доволен этим решением. Поэтому... Поэтому... Поэтому, как-то так. Так, ладно. Тоже вы... Так, гриф, гриф, а ты пойди сожри эту единичку, чё бы нет. Так, давай... Надо было... Конфистажором, кавалеристом, или как его там дальше пробежать, чтобы он больше демоджей у нас. Ха, ля, прикольно. На самом деле, чуваки не сделали эту, и в патчах даже не пофиксили. Ну, то есть, я так предполагаю, у меня эта версия в стиме, ну, то есть у меня купленные герои. Так, давайте защиту, наверное, тоже зацепим. Вот это. Я сюда тоже приду, этот героиней главный. Вообще, меня упрекали частенько в том, что я не посещаю, как бы, так сказать-то, правильнее. В общем, вот эти вот всякие ништяки, да, которые это... Вот, вот, скорее всего, засада эльфийская будет, и эту кучку золота брать нет смысла. Пятидесятипроцентная защита от этого, я тоже думаю, нам особо не нужна, поэтому побежали туда, Фридо, и возьмем этот... Возьмем ништяк, так, и пока... А это я уже посе... А, я и тобой еще не посетил. Так, окей. Ладно, побежали, пока ты в разведку, чувак у нас. Ага, здесь я наблюдаю... Наблюдаю опасный форт. Так, ладно, ты забегай, короче, сюда, Амс. Пойдешь у нас туда драться. Текс, понеслась. Или не нападать? Да не, наверное, надо нападать. Блин, сильные боевые потери. Большие, в смысле. Тринадцать конкистадоров у него. Тринадцать конкистадоров. Так. Слушайте, здесь такой выгодный камень в середине. Ну, в смысле, как он выгодный? Можно за ним неплохо так заныкаться. Допустим, да? Крестьян. Крестьян вообще можно, на самом деле, не выставлять. То есть... Ну, вот этих мечников я, наверное, поставлю. А крестьян, наверное, не буду. Можно, на самом деле, и грифов не выставлять. То есть мы сейчас как сделаем? Мы сейчас сделаем вот так, и вот так закроемся этот... Используя, так сказать, будем ландшафт. Нет, так вот он сможет тюкнуть, а так он никак не сможет тюкнуть. Да, крестьян и грифы нам... Или грифов все-таки поставить. Да не, грифов не хочу ставить. О, тем более они одним стаком идут. Слушайте, это хорошо. Что у нас есть? У нас есть ускорение, у нас есть... Ну, ускорение, наверное, вот этим чувакам стоит кинуть, чтобы они почаще ходили, да? Вот, я думаю, это самое оптимальное. Так, а этот чуб здесь добегает, в принципе, да? Поэтому мы, пожалуй, своим этим отбежим чуть-чуть ка... Вот, ты давай... Гэчкой. Ты давай тоже Гэчкой. Так, ты в дефе стой. Слушай, а тебе, ну, все равно придется тебе под удар. Блин. Вот, блин, а. Вот, беда бедовая. Тупо я сделал. Ну, если бы я не отошел, он бы уже ударил. Четыре конкурскатора моих. Слушайте, имело ли это вообще этот маневр смысл? Наверное, не втыгал, не имел никакого смысла. 22 мечника, ну нафиг. Так я дерусь, за что? Я вообще ни за что дерусь, блин. Я дерусь за сраную эту... За сраную, блин, тканюшню я дерусь. Вот я за что дерусь. Фак, я его клучникам, вот это я протупил. Вот тупость. Не, 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 не. Вообще я на них не хочу нападать. Вообще я на них не хочу нападать, потому что это крайне тупо. Кто там лишился, чего лишился, кто лишился. Это эти, что ли, лишились, или кто? Короче. Давайте тогда сделаем так. Ты пробеги сюда, разведай. Вот. Может есть смысл взять сначала вот эту вот вафлю. О, что это такое? Кольцо сорысы. Ой, половина уменьшает. О, господи, боже мой. 50. Да что за эти... Заклинания, знаете, как на магов. Лежат на каких-то. Мне они абсолютно не нужны. Текс. Ладно, погнали. Грифонов раскатаем тогда. Вот это... Ну, согласен ли я на пяти по... Да, наверное, не согласен. Наверное, я попробую передраться вручную. Так, единственное, давайте как бы чуть-чуть в дальнюю линию отойдем. Нам нет смысла нападать. Да, просто когда в первую линию стейдж, эгрифоны долетают как бы на этот. Так, транс-19. Ну ладно, вейт там, я думаю, мы нормально. Сейчас покусаемся. Так, эгриф еще выйдет. Вот, давайте сейчас 3-мами активно постреляем. Ну что, сверху? Ну, я просто стрелами постреляем. Так, ты не доходишь к этому пробел. Ну, тут, по идее, этот уже должен зарубать. Все, нормально, без потерь. Вот такая битва мне нравится. Вот это нормальная битва. Блин, надзор фуфил на самом деле. Удача. Удача тоже такая. Ускорение на всех, но удваивает. О, ускорение на всех, да? Вот это на самом деле хорошая тема. Ускорение общее, это хорошая тема. Блин, ну задолбали со своими засадами. 20 крестьян мы потеряли. Так, ладно, давайте... Да, я хочу сразиться со стражей. 3 грифона, ну ладно. Ладно, 3 грифона на ангела. Я думаю, тут нам не получится. А вот, купили мы 5 грифонов. Это же здорово. Так, тогда с этими мы не деремся. Я думаю, брать, собственно, вот этих вот огненных элементов тоже особого смысла нет. Ну, а что, ну возьмем мы, что дальше? Вот. Вот, поэтому, как бы я особо не буду заморачиваться. Водяные тут всякие. Так, а вот такие? Ну, мельница тоже без понтума, на самом деле. Чё, чё её брать? Пошли дальше. Так, а мне, у меня задача захватить... А, мы вообще, я так понимаю, идём сюда. А, ну, так раз мы туда идём, больше пойдёмте туда. Ой, чё за битва пошла? Тючени нафиг, блин. Тоже мне вафли. Так, ладно. Ну, тут, конечно, придётся отдать грифонов ещё, но всё проделать. Так, вот, по этим надо в первую очередь идти в общем, в два раза они, короче, сильнее. Вот так. Ну, чё поделать? Отдадим грифонам частично. Так, а лучше, чем пельмяка. Так, какие грифонов, конечно, грифы у нас пострадали, но ничего. Эльфийская засада с лишним сильнее. Если герой двинется, он лишится всей своей ады. Так, подожди, развитая логистика. А, то есть я дальше не могу идти, да? Видимо, пока я не захвачу, короче, все вот эти вот хатки, я пройти дальше не могу. Так, ну окей, ладно, пропускаем ход. Пять мечников. Так, а я же могу ещё тут грифов купить, правильно? А, всего два, ой, как плохо. Так, ну ладно, давайте захватывать вот эти вот всякие строения и нормально. Так, а ты бегай тогда крестьян за объёмой. Так, ну понятно, крестьян и без боя сдаются. Так, нужно их принять по мелочи тут тоже без боя. Так, ну сейчас и они-то с боем сдаются, но мы без потерь их разносим. Так, ну раз пошла такая чпохалка, погнал ты дальше. Так, ты давай сюда забегай, сейчас, наверное, нам придётся восемь, но тут мы никак не избежим, я думаю, этих потерь. Умение, которое увеличивает максимально возможный запас маны, позволяет этот... Блин, фигню, конечно, мне дали, но ладно. У них ещё молитва вроде как не плохая. Но тьму я вообще брать не хочу, поэтому всё-таки в моём понятии люди это всё-таки рыцари. Я бы, знаете, чё зацепил? Я бы хотел зацепить ещё боевые машины, потому что в прошлый раз я боевые машины как-то вообще не цеплял. Вот, вот в этот раз я бы хотел зацепить. Так, слушай, чувак, а ты... А, это надо с вот этими драться, да? Блин, а их там много. А шо охраняет этот Феникс, че кто-то там? А, ну да, кольцо Сарыса, которое нам нафиг не надо. Так, ладно, погнал, короче, сюда. Вот, молитву бери. Молитва нормальная тема. Короче, этот у нас идёт в расход. Вся его армия, и он сам... Так, а что тут у нас охраняет этот чёрный дракон? Плюс четыре к знанию и делает всех существ невосприимчивыми к заклинанию ослепления. Плюс три к колдовству и увеличивает инициативу всех колдунов. Слушайте, а вот это, наверное, есть смысл подраться за эту шняпу? Шняпу за эту есть, резон подраться. Так, а мы захватили это, да? Лучники, да, тут у нас живут? Так, окей. Слушайте, а пойдёмте сейчас смешаем, короче, две армии, и нормально. И нормально сейчас так цепляем боевой дух. Группа, тем более группа, это, я так понимаю, где-то штуки четыре. Так, нам надо перекинуть сейчас, значит, этого сюда. Вот этих чуваков. Блин, я бы их, наверное, даже вот так разделил. Да и, в принципе, всё, остальные пусть у тебя будут. Блин, хотя нам с рыцарями драться, ну ладно, хоть. 16... Не, ну 20 грифов я не очень хочу отдавать. Блин, местность, прямо скажем, не очень. Прямо скажем, не очень. Так, ладно, вот так вот закроем лучников. Чтобы по ним никто не стукнул. Так, они же не добегают. Да, они не добегают с первого входа. Поэтому пока мы все выйдем. Но они не дураки, чтобы ходить на полную длинную дальность. Как бы этот самый. Тоже. Так, а сколько общее ускорение? Ой, господи. На два хода, на 20% инициативы, да? Ну ладно, давайте-ка останем. Если нормальная тема такая. 1-2 с веткой. Так, она подожди выйдет. Так, ну хоть пятерка пробежала. Блин, жаль я крестьянам не могу походить. Да что вы за лучники такие? 40 штук и никого убить не можете. Ну, вообще вафли какие-то обрыганные. Так, ладно. Давай пошел вот так вот. 4, красавчик. 1-2, 1-2. Подожди. Так, давайте, наверное, туда в таком раскладе. Этот у нас не так опасен. Давайте по вот этому. А, все, она кончилась. Окей. 1-2. Слушай, а ты еще выйдь куда перегнать? Ага, ты за единичку перескучил. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, да, он тут отплачет. Соответственно, так, 1-3. Давай 3. 3-3 надо. 2-2. Ну, это лучше, чем один с другой стороны. Ой, Гриф, поехали. Гриф, поехали, да. Ай, один копееносец, поехал. Так, ну все, тут уже вафлилить. Смысл нет. Нужно следить. Что ждать? Так, 0-1. Давай, я одного, да красава. Так, давайте тут поехали. Все отрабатываем. Все добиваем. Отлично. Ну, в принципе, я думаю, нормальная битва. Надеюсь, там в форте будет что-то, чем можно восполнить этот. Инициатива, нападение, защиту. Так, молитва, в принципе, неплохая тоже. Каст, возьмем его. Тут еще и ожерелье из зубиков дракончиков. Что тоже. Так, со стражей давайте. Ну, окей, крестьян потеряли. Ой, один этот только. Анти-слепота. Блин, ну, я даже не знаю. Сможем ли мы одолеть? Тяжет, я не задолбал ли крестьян отстреливать. Ты, наверное, передай на всякий случай тогда 7 этих чуваков, чтобы... Ну, я понимаю, конечно, что ты вафля стал, но... Блин, ну это вообще жесть. Так, там 6 драконов, да? Блин, они же еще бьют на 2 стака. Так, подождите. Хотя нет, без панка, это все. Ладно. Ой, дракон летает, мама дорогая. Давайте посмотрим, куда он полетит в первую очередь. Я от этих чуваков за гандабасила. Ну, ты и скотина. Ну, ты и скотина, конечно. Так, с прямой стрелы давайте, ребята, отработаем. Все, кто может стрелять, отрабатываем с прямой стрелы. Слушайте, ну, сейчас надо крестьянами снимать ответку, потому что... Ну, а так. Крестьянами снимаем ответку и поехали... ...всеми долбить. Тут уж не даю, как говорится. Не дай я ников, бенников. С варениками, так. Ну, давай сразу вон, давай, кушай. О, а че он не сходил-то, это чувак? Мы его как-то откидываем, да? Ну, блин, фиг знает. Пять этих, восемь крестьян, конечно. Вот, я хочу через... ...уничтожить цель. Давайте вот эти вот боевые машины хочу взять. Я их никогда не брал, и, честно говоря... ...мне интересно, как они вообще работают. Вот, правда, тут нам негде их купить, тупо. Ну, зато шлем короля гномов нахабатили. Че, плохо, шо ли? Почему-то у меня такое чувство, ребят, что мы просрём. Вот реально. Десять лучников, да ну шо ж такое-то, а? Сколько ж это может продолжаться? Десять лучников. Так, ладно, давайте в таком раскладе, в таком раскладе, тут никого нету, да? Да, там никого нету, и там никого нету. Короче, чувак, ты в таком раскладе дуй, наверное, вот в самую дальнюю эту нашу шнягу. Собирай, подтаскивай армию, вот. Пока мы здесь будем собирать ещё. Потому что, ну чё-то как-то вообще. Десять лукарей. Так, берём тут, нанимаем, всё нормально. Ноли с двух, ну я не знаю, сидит тут, конечно, ждать. И курить смысла особого нету. Блин, задолбали, честно говоря, вы. А тут никого нет, ноли с двенадцати, ноли с пяти. Да не, никого нету, а? Так, окей, ладненько, пошли, короче, обратно. Всё нормально. Ладненько, ребят, я, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык. Продолжение следует...